Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Йозду Мессы. Сегодня мы приступаем к восьмому разделу математики Неравенство первого порядка. Если до этого мы изучали равенство, то теперь неравенство. И для записи неравенств используются знаки меньше, больше, меньше или равно, больше или равно. Далее в учебнике даны нам символы общеизвестные. Повторим эти символы. Этот знак означает у нас равно. Следующий неравно. Если знак... Далее видим знак меньше. Следующий больше. В принципе, мы все эти знаки знаем. А дальше последние и предпоследние знаки читаются так. Меньше или равно, больше или равно. То есть, если есть запись х больше или равно 3, значит, х может быть равняться 3 и числам больше 3. То есть, это 3, 4, 5 и так далее. Включительно 3. Если х меньше или равно 4, то х может принимать значение 4, 3, 2 и так далее. А если бы не было вот этого знака равно, просто х меньше 4, то х – это значит, что у нас 3, 2, 1, не включительно 4. Далее о чем говорится. Если в квадратных скобках у нас 1 и 3, то это значит, что все значения от 1 до 3 включительно. То есть, 1, 2, 3. И посмотрите, записывается, как меньше или равно, больше или равно. Если 1 и 3 в круглых скобках – это числа между 1 и 3. То есть, это только 2. И здесь мы просто используем знаки меньше и больше, без равно. Дальше. Если квадратная скобка около 1, а 3 закрываем круглой скобкой, то 1 включительно, 2 тоже включаем, а 3 не входит. Если в начале круглая скобка, 3 закрываем квадратной, то 1 не входит, 2 и 3 включительно. Итак, больше или равно, меньше или равно. Это значит включительно. Если от А до бесконечности в круглых скобках, то А не входит. И напрямую смотрите, как обозначаем эту точку А. Мы ее не закрашиваем, она полая. А если была квадратная скобка, то закрасим, как вот в третьем и в четвертом варианте. Потому что там уже включительно А имеется в виду. Последним. От минус бесконечности до плюс бесконечности означает, что все числа. Предпоследним. От минус бесконечности до А с квадратными скобками. То есть включительно. Точка А напрямую закрашена. Ну и все остальные по тому же принципу. От А до плюс бесконечности. А включаем. Здесь от минус бесконечности до А. Но А круглые скобки, поэтому не включительно. Все это мы лучше поймем при решении примеров. Но сначала рассмотрим некоторые особенности. Неравенство А меньше В. Но для этого неравенства, так же, как и для равенств верно утверждение, если к А прибавим или вычтем какое-то число, то это же число нужно прибавить или вычесть из В, чтобы сохранить неравенство. То есть А плюс С будет так же меньше, чем В плюс С. Или А минус С меньше, чем В минус С. Далее. Если неравенство А меньше В умножить на положительное число, то знак не поменяется. То есть А умножить на С будет так же меньше, чем В умножить на С. А если же мы умножим на отрицательное число, то знак меняется на противоположное. То есть А умножить на С будет больше, чем В умножить на С. Например, 2 меньше 3. Умножим на 2. Стало 4 меньше 6. Не изменилось. А если умножим на минус 2, получаем минус 4 и минус 6. Но минус 4 у нас больше, чем минус 6. Знак поменялся. В следующем, если дана система неравенств, А меньше В и С меньше Д, мы можем сложить или вычесть из одного другое равенство не сохранится. То есть А плюс С будет так же меньше, чем В плюс Д. Далее о чем говорится. Если произведение А умножить на В больше 0, то есть положительное, и если А меньше, чем В, то 1 разделить на А будет больше, чем 1 разделить на В. Как знаем, чтобы произведение АВ было положительным, либо оба числа должны быть отрицательны, либо оба числа должны быть положительны. Например, мы возьмем для примера минус 2 и минус 1. Отрицательное. Их произведение равно двум положительным. Минус 2 у нас меньше, чем минус 1. Подставим. 1 разделим на 2. То есть минус 1 делить на 2. И это будет больше, чем минус 1. Так и есть. Проверили. Все вот это не нужно заучивать. Главное, чтобы поняли. Поняли. Далее. Если произведение АВ меньше 0, отрицательное, значит, одно из чисел отрицательное, другое положительное. Допустим, А у нас будет с минусом, АВ пусть будет с плюсом. И будет верно следующее утверждение, что 1 разделить на А меньше, чем 1 разделить на В. Дальше перейдем к восьмому примеру. Здесь мы будем решать так, как будто у нас тут равенство. То есть также перенесем минус 18 в правую часть. 3х меньше 18. х меньше 6. И смотрите. х – это числа меньше 6. То есть 5, 4, 3, 2, 1 и так далее. 0, минус 1, минус 2 до минус бесконечности. Ответ В. 6 у нас с круглыми скобками, потому что он не входит в ответ. То есть начинаем от 5, 4, 3 и в сторону минус идет. Думаю, что на примерах понятнее, чем рассматривали просто на А и В. Далее рассмотрим следующие примеры. Решаем. Минус 8 перенесем в правую часть. Тогда 2х меньше 22, то есть х меньше 11. В следующем минус 7 в правую часть перенесем. 3х меньше или равно 18. х меньше или равно 6. В следующем сократим 3 и 9. х минус 1 больше или равно 3. х больше или равно 4. В следующем сократим 2 и минус 4. х плюс 1 больше минус 2. Тогда х больше минус 3. В следующем сократим 3 и минус 12. х минус 7 больше или равно минус 4. Тогда х больше или равно 3. Переходим к следующему примеру, ко второму. От х делить на 2 мы вычтем 3. То есть получаем х минус 6 делить на 2. Дальше знак меньше или равно 3х минус 1 делить на 5. Так же, как и при решении равенств перекрестного умножим. И получаем 5х минус 30 меньше или равно 6х минус 2. Как обычно, неизвестные в одну сторону, свободные числа в другую. и получили минус 28 меньше или равно х. То есть х – это числа, больше или равны минус 28. Включительно минус 28. То есть при минус 28 должна быть квадратная скобка. Ответ А. Так как это числа минус 28, минус 27, минус 26 и так далее в сторону положительных чисел до плюс бесконечности. Следующий пример, третий. Тут надо умножить на 6. Ребята, все, что нужно знать, если мы умножаем или делим на отрицательное число, то знаки неравенства меняются на противоположное. Если на положительное число, то вообще никаких проблем. Ничего не меняется. Мы умножаем на 6, на положительное число. Ничего у нас не поменяется. Итак, 5 минус 7х больше 18, но меньше или равно 30. Теперь к каждой части прибавим минус 5. 13 меньше минус 7, меньше или равно 25. Теперь, чтобы избавиться от числа при х, разделим все части на минус 7. Внимание на минус. Знаки поменяются. И правильнее будет, если напишем, как минус 25 делить на 7, меньше или равно, затем х меньше минус 13 седьмых. То есть минус 25 седьмых в квадратных скобках, а минус 13 седьмых с круглыми. То есть ответ А. Четвертый пример. Можно найти максимальное значение х умножим на 4 обе части неравенства. 12х минус 20. Меньше или равно 2х плюс 10. 10х меньше или равно 30. И х тогда будет меньше или равно 3. То есть 3, 2, 1 и так далее. Но нам надо максимальное значение. То есть это 3. Самое большое среди них. Вариант С. Следующие примеры рассмотрим. Прибавим плюс 6. Каждой части будет 2х больше или равно 8, но меньше или равно 16. Затем разделим на 2, чтобы найти х. х больше или равно 4, но меньше или равно 8. То есть 4 и 8 включительно. То есть 4 и 8 с квадратными скобками будут у нас. В квадратных скобках. Следующим добавим минус 5. При этом знаки не меняются. Не путайте. Это только при умножении деления на отрицательные числи. Меняем знаки. Итак, 3х больше или равно минус 9, но меньше 9. Разделим на 3 и получим х больше или равно минус 3, но меньше 3. То есть минус 3 включительно, а 3 не входит в значение х. х минус 3 квадратные скобки, а 3 круглые. В следующем добавим плюс 7х. Получим больше 4, но меньше или равно 16. То есть 4 круглая скобка, а 16 квадратные, так как включительно 16. В следующем плюс 5 каждой части. 2х больше или равно 2, но меньше 12. Все части делим на 2. х больше или равно 1, но меньше 6. Внимательно со знаками. Включительно. 1, 6 с круглыми скобками. Пятый пример. Найти минимум х. И, конечно, всегда смотрим на условия. х – целое число. Перекрестного умножим. 3х минус 24 больше 2х минус 8. И найдем х и х больше 16. То есть это числа от 17, 17, 18, 19. Самое малое здесь – 17. То есть минимум 17b ответ. Следующее. Если мы перенесем 2х в левую, 8 в правую, получаем, что х меньше или равно 1. Раз меньше или равно, то это 1, 0, минус 1 и так далее. Максимально среди них 1. Следующее. Найдем, что 2 больше или равно х. То есть х меньше или равно 2. То есть 2, 1, 0 и так далее. А большее среди них – это 2. Значит, ответ 2. Следующим раскроем скобки. 3х минус 6. Меньше или равно 2х минус 2. То есть х меньше или равно 4. То есть включительно 4. 4, 3, 2, 1 и так далее. Максимально среди них 4. Следующее. Приведем к общему знаменателю. 3х минус 2х делить на 6. Меньше 1. х делить на 6. Меньше 1. Тогда х меньше 6. Тут только знак «меньше». Равно нет. Тогда х – это 5, 4, 3 и так далее. То есть максимальное 5. Следующее. Приведем к общему знаменателю. 3х минус 3 делить на 6. Минус 2х минус 2 делить на 6. И это будет меньше минус 1. Решаем далее. 3х минус 3 минус 2х плюс 2 делить на 6. Меньше минус 1. То есть х минус 1 делить на 6. Меньше минус 1. Умножим обе части на 6. И получаем х минус 1 меньше минус 6. Умножим обе части х меньше минус 5. То есть это числа минус 6, минус 7, минус 8. Максимальный среди них минус 6. Ответ минус 6. Переходим к следующему примеру, к шестому. Вот этот символ, он означает сумму. Нам здесь нужно найти сумму возможных значений х. Решаем, находим х. Прибавим 7 каждой части. 3х больше или равно 3, но меньше 12. Разделим на 3 все части. Найдем х. Х у нас будет больше или равно 1, но меньше 4. То есть х может быть равно 1, 2, 3. Сумма даст 6. То есть 4 не входит, потому что просто там знак меньше идет. Дальше. Седьмой пример. Смотрим на условия. Сказано, что 3х минус 2у – это целое число. То есть нам нужно будет здесь найти 3х и минус 2у из наших неравенств. Для этого мы сначала к первому равенству прибавим 5 каждой из частей. Написали. Затем разделим на 2 и получаем, что х больше 1, но меньше или равно 6. Теперь надо умножить на 3, чтобы найти 3х. 3х больше 3, меньше или равно 18. Теперь ко второму выражению пришли. Прибавим 4 к каждой части второго неравенства. Затем разделим на 5, найдем у. у больше 2, но меньше 5. Нам надо минус 2у. Умножаем на минус 2, меняя знаки при этом. Или же сразу меняя местами первую и третью части. Итак, минус 2у больше минус 10, но меньше минус 4. Сложили 2 неравенства и получили, что 3х минус 2у больше минус 7, меньше 14. Больше минус 7, значит, минус 6, минус 5 и так далее. До 13 здесь. То есть минимум минус 6, максимум 13. Сложили, получили 7. Восьмой пример. Смотрите. Дано, что х и у – это целые числа. Вы не смотрите на то, что в вопросе тут надо минимум, максимум 2х минус у. Это важный момент. Если в предыдущем задании было дано, что 3х минус 2у – целое число, то есть вот это выражение – целое число, мы могли дать ху-у дробное, не целое значение. Главное, чтобы результат был целым. Например, могли бы у взять за 1,5. Без разницы. А здесь же х – целое число. У – целое число. Поэтому будьте внимательны. Итак, минимальное значение х нам надо найти, чтобы подставить. х у нас меньше или больше или равно 3. Значит, берем 3. умножаем на 2 – это 6. А вот у должны взять самый большой, то есть 5. Собственно, он 5 только и равняется. Итак, 6 минус 5 равно 1. Минимальное – 1. Теперь максимальное. х меньше или равно 9, значит, 9 берем. 9 умножить на 2 – это 18, минус у, то есть 5. 13. 1 плюс 13, получили 14. Ответ D. К 9-му примеру. Тут нужен квадрат х. возведем в квадрат первое неравенство. И получается, что х квадрат у нас больше или равно 0 или меньше 25. Спросите, почему 0? Смотрите, нам дано значение х. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но 5 не включительно. Возведем в квадрат. 9, 4, 1, 0. 1, 4, 9. 16, 25. То есть вы взвели квадрат отрицательный и получили положительный. Но они же у нас и так есть, эти 9, 4, 1. Повторяется. Поэтому начинаем с 0. И поэтому х квадрат будет больше или равно 0, но меньше 25. 25 не включаем. Теперь из второго выражения нам надо найти минус у. То есть умножим на минус 1 и поменяем на знаки. Или части неравенства. минус у больше или минус 5, меньше или равно 3. Сложим. х квадрат минус у больше минус 5, но меньше или равно 28. Минимальное значение здесь будет минус 4. Больше минус 5. Следующее, что у нас? Минус 4, минус 3, минус 4. Минимально. Десятый. Здесь умножение. Главная особенность в левой части записана. Самое малое значение, правое – самое большое. Поочередно перемножаем. Минус 5 на 3, минус 15. Минус 5 на 9, минус 45. 4 на 3, 12. 4 на 9, 36. Самое малое значение – это минус 45. Самое большое – 36. Но смотрите, кроме варианта Е, во всех ответах есть и минус 45, и 36. Разница только в знаках неравенства. Разбираемся с этим. Как мы получили минус 45? Мы умножили минус 5 на минус 9. Если у обоих чисел есть знак «равно», то ставим этот знак. Если у одного нет, не ставим. Если у обоих нет, тоже не ставим. Итак, здесь ставим, потому что обоих есть. А 36 как нашли? 4 умножим на 9. У одного есть, у другого нет. Не ставим. Значит, ответ у нас B на этом. Продолжение следует...